Из-за распространения коронавируса Германия ввела карантин. Наибольшее число заразившихся в федеральной земле Северный Рейн, Вестфалия. Уже более трех тысяч человек. Немецкое правительство намерено закрыть все увеселительные заведения, включая бары, рестораны и магазины. Останутся работать только аптеки, банки и магазины первой необходимости. На улицах в Боне в этот солнечный день изменений пока незаметно. Сегодня в центре Бона по-прежнему многолюдно. Закрыты всего некоторые кафе, рестораны и магазины. Кинотеатр за моей спиной тоже не работает. Безопасность и здоровье наших сотрудников и посетителей – это наш приоритет. Написано в объявлении на дверях. Власти рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома и работать удаленно. Школы и университеты закрыты. Многие в Боне считают, что эти меры оправданы. Это правильные меры. На сегодняшний день так и надо. Я думаю, что касается повседневной жизни и потребления, мы не привыкли быть так ограничены. Но я считаю, закрытие заведений оправдано. Я сам не вирусолог и не политик, поэтому я полагаюсь на решение профессионалов. Мне кажется, меры приняты слишком поздно. И никто не относится к ним серьезно. Все кафе забиты. Я вообще работаю из дома, только сходила на почту и обратно домой. Чрезвычайное положение в Германии пока не ввели, но многие решили к нему подготовиться. В некоторых супермаркетах иногда сложно найти туалетную бумагу, макаронные изделия и консервы. Но с ума сходят далеко не все. Я закупился сегодня, как обычно. По крайней мере, 8 пачек туалетной бумаги я не покупал. По числу заразившихся коронавирусом Германия находится на третьем месте из европейских стран. После Италии и Испании. Центр Берлина, площадь Александр Плац. Прохожих все меньше, торговые центры все еще открыты, но это продлится недолго, поскольку накануне вечером правительство рекомендовало регионам закрыть торговые точки, за исключением супермаркетов и аптек. Эпидемия не обошла стороной Бундестаг. Среди депутатов парламента Германии выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Чрезвычайные меры по дальнейшему ограничению общественной жизни, введенные несколько дней назад в соседних Франции и Австрии, в понедельник вечером были приняты и в Германии. И хотя до запрета выходить из дома без надобности пока не дошло, с закрытием торговых центров, ресторанов и кафе делать в городе особо нечего. Остается только встречаться с друзьями, но власти в этом вопросе надеются на сознательность граждан, а не на официальные запреты. В ближайшие дни, если не часы, покажут, насколько оправданы эти надежды. В понедельник вечером канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала усиление и без того беспрецедентных мер. Включая закрытие магазинов, отказ от путешествий как за границу, так и внутри страны, закрытие детских игровых площадок и запрет на проведение церковных служб. Это меры, которых в нашей стране в такой форме еще не было. Конечно, они чрезвычайные, но они в настоящий момент необходимы, чтобы сократить количество контактов и число заболеваний, в том числе и тяжелых. Одновременно с этим был отменен запрет на грузоперевозки по воскресеньям, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продовольствия в магазины. Там, несмотря на все призывы сохранять спокойствие, продолжается ажиотажный спрос на продукты длительного хранения и предметы гигиены. Некоторые магазины в Берлине даже ввели ограничения на количество упаковок туалетной бумаги, отпускаемых в одни руки. Это уникальная для послевоенной Германии ситуация. Еще ни разу в новейшей истории страны правительство не вводило столь жестких ограничений на поведение граждан в общественных местах.